Харви в статусе тропической депрессии продолжил продвигаться вглубь континента на штат Луизиана. Позади в штате Техас он оставил рекордное для региона наводнение. Десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Это Хьюстон – крупнейший город штата. Здесь продолжается эвакуация. Армия полиции и спасателей используют лодки. «Вода была везде. Этим утром, когда я спустился, воды было 5 сантиметров. Потом она поднялась». В некоторых случаях людей доставляют в эвакуационные центры на вертолётах. Число жертв в Харви продолжает расти, поскольку погибших обнаруживают в домах не сразу. В настоящее время эта цифра достигла 37. Ураган, который парализовал Хьюстон, грозит стать одним из самых затратных в истории Соединённых Штатов. Для Техаса он также стал самым сильным за полвека. А это порт Артура. Здесь в эвакуации задействовали резерв морской пехоты на машинах-амфибиях. Военные также доставляют в эвакуационные центры еду и воду. «Вода в доме поднялась очень высоко, выше крыльца. Она залилась в нашу гостиную и нашу спальню. Мы вышли на улицу, а там воды было уже вот так. Нам пришлось уезжать на грузовике». «Когда я проснулся и увидел, что весь порт Артур под водой, я начал переживать. Мы с братом вышли во двор. Мы помогли им, их ребёнку и собаке добраться до нашего дома. На нашей лужайке собрались люди, потому что наш дом на возвышенности. Мы пригласили всех внутрь. Потом приехала береговая охрана и всех увезла». Между тем началось расследование в связи с инцидентом на химическом заводе в городе Кросби, штата Техас. Там взорвался и загорелся контейнер с летущими химическими отходами. Возгорание произошло из-за отказа системы охлаждения, а она вышла из строя по причине наводнения. Руководство завода предупреждало о таком исходе событий. Оно также говорит, что возможны новые взрывы других подобных контейнеров. Все жители в радиусе 2,5 километров от завода были эвакуированы.